Добрый день, меня зовут Раджабова Саида, мне 30 лет. Я зарегистрировалась в компании Faberlic 18 мая 2021 году и уже с 11 каталога начала строить структуру и развивать бизнес. И вот спустя год и несколько месяцев я уже в закрытом статусе национальный директор и в открытом статусе партнёр. Я родилась и выросла в Таджикистане. Когда мне исполнился один год, мои родители развелись и я вместе с мамой переехала жить в столицу, в городе Душамбе. С 10 лет я стала помогать маме и начала работать. Я делала всё и торговала, и кукурузу продавала, и овощи, и фрукты. В общем, сразу после уроки в школе я шла на арену и работала с мамой. Но учиться я тоже очень любила, и школу закончилась с красным дипломом на одни пятёрки. В 19 лет я вышла замуж и уехала из солнечного Таджикистана в Сибирь, в город Новосибирск. Это был 2012 год. А потом муж отвёз меня в деревню недалеко от Тагучина Новосибирской области, в дом, где оставили с двумя детьми. Я жила в доме одна с детьми, денег он мне не давал совсем, привозил толка продукты. Мне было очень трудно, потому что я никогда не жила в деревне, толка в городе, а тут одна с детьми и совсем без денег. Потом муж привёз в деревне 27 баранов и коз. Я стала за ними ухаживать и выращивать, и увеличила их до 90. Уже в деревне у меня родился третий ребёнок. Мне по-прежнему муж не давал денег, толка привозил продукты. И пришёл момент, когда я приняла решение, что так больше жить я не хочу и не буду. Надо из этой жизни, из деревни выбираться. Но для этого мне нужно начать зарабатывать. У меня есть братья, которые живут в Новосибирске, но я решила, что не буду просить помощи и всё сделаю сама и заработаю сама. Я открыла канал в Ютубе и начала вести свой блог. И мой блог начал набирать много просмотров. Каждый день я снимала по 3-4 блюда, которые я готовила, как пеку торты, как сама делаю сметану и творог. Рассказывала много рецептов по приготовлению еды. Также снимала видео о своей жизни, как воспитываю детей, как я даю козы, как веду хозяйство. Я очень много трудилась, спала в сутки по 2-3 часа. И у меня получилось, я начала зарабатывать с блогерской работой. Я отвечала на каждый комментарий, отвечала всем женщинам, общалась с ними. Я открыто всегда разговаривала на своём канал в Ютубе. И вот так получилось, что все полюбили меня. А все таджикские блогеры задавали мне вопросы, как ты это делаешь. И вот спустя полгода, как я начала вести свой канал в Ютубе, я познакомилась с моей наставницей Манежей. Она увидела мой блог и сразу же предложила мне работать в компании Фаберлик. Она меня смотивировала тем, что во мне видит уже лидера, директор структуры. В общем, ответственного и целеустремлённого человека. Я зарегистрировалась, но не сразу начала работать. Два каталога я вообще не работала. Всё началось, когда меня мой наставница добавила в группы. Я увидела, какие деньги получают девушки, как они друг друга поздравляют. И мне стало интересно. На тот момент у меня уже были деньги, которые я зарабатывала с блогерства. И я начала работать в Фаберлик. Сразу сделала большие заказы на 10-15 тысяч. И сразу подключила свою родную сестру в Таджикистане. Она дома в Таджикистане рассказывала о компании, собирала заказы, а я уже оформляла заказы на сайте. В своём блоге на канале YouTube я начала рассказывать теперь и о Фаберлик. Стала выкладывать видео с заказами, как я получаю продукцию, что я заказала и как выгодно покупать в компании Фаберлик. Я стала приглашать женщин, строить бизнес в компании, но и также продолжала на канале показывать и рассказывать всё то, что я делала раньше. Для всех своих девушек и женщин, которые на меня подписаны, я самая простая девушка из деревни, которая смогла поменять свою жизнь. И многие смогут сделать так же, как я. А когда я вложила на канал свой номер и телефон, все начали мне звонить. Говорили, что мечтали с тобой поговорить. Тебя услышит, с тобой увидится. И уже в третьем каталоге, как я начала работать, я открыла статус директора. Со мной хотели работать девушки, мне доверяли и регистрировалась в Фаберлик. Мой наставник очень помогла мне. Она постоянно в группах мотивировала меня и всю структуру. Сейчас у меня созданы группы по обучению лидеров и новичков. Вся группу я веду только в WhatsApp. Если группа уже полная, я открываю следующую и одновременно веду 2-3 группы для новичков. Если новичок уже все знает и сделал следующую стюпень в маркетинг-плане, я его удаляю из группы новичков и перевожу в группах лидеров. Группа с моими директорами, которые в первой линии у меня сейчас 28. Это отдельная группа. В этом группе мы решаем директорские вопросы. Как строить структуру, как мотивировать своих лидеров, какие чаты нужны создавать, какие розыгрыши делать, как продвигать свои страницы в соцсетях, где искать новичков и так далее. Каждый каталог я в своем личном группе провожу розыгрыши и дарю подарки. Кто делает 50 баллов, 5 подарков по 500 рублей. Кто делает 100 баллов, 5 подарков по 1000 рублей. Кто 5 каталог подряд выполняет 100 баллов, гарантированный подарок, микроволновка, пылесос и так далее. Все мои директора делают такие же розыгрыши для своих групп. Каждый каталог. Всем своим директорам я помогаю строить бизнес. Но и они также много работают сами. До статуса директора я с ними. И помогаю им на 70-80%. Ну и как толку они ввешали на статус директор, дальше они уже сами ведут свои чаты, сами мотивируют свою структуру, сами делают розыгрыши и так далее. Но всегда я с ними на связи в нашем директорском чате. Все мои директора в основном пришли через мой блог в YouTube. Но сами работают в разных соцсетях. А многие работают толка на земле, толка через круг своих знакомых. Я же работаю в основном толка в YouTube. Я ни разу не проплачивала рекламу на канале для своего продвижения. Свой канал всегда продвигала толка сама. А теперь канал продвигает меня и продолжает набирать обороты. В моей структуре женщины разного возраста, но все они верят мне, видят во мне ту простую девушку, которая смогла поменять свою жизнь. Я с ними говорю на родном таджикском языке. Именно на нем я веду свой канал. И не важно, где они живут, мы можем вместе строить бизнес и достойно зарабатывать. обеспечить своим детям хорошее обучение. Вместе со мной моя мама, которая старший директор. Три сестры, они уже тоже директора. Бриллиантовый, серебряный и старший директор в открытом статусах. Я поняла, что если ставишь цел и идешь к этой целой, хоть и маленькими, шагами, обязательно добьешься высоких высот. За год работы в компании я зарабатывала на новую четырехкомнатную квартиру в городе Медногорск. За год работы в компании я зарабатывала на новую четырехкомнатную квартиру в Медногорске, Оренбургской области. Сделала в ней ремонт, купила мебель. И мы с детьми в нее переехали в августе. Старший пошел в школу, младший в сад. А на бонус бриллиантного директора я купила себе машину. Я желаю вам ставить перед собой большие цели и у вас точно все получится!